Всем привет, друзья! Сегодня у меня день шопинга. Я хочу обновить свой летний гардероб, пройтись по магазинам, ну и заодно вам показать, чего у нас сейчас в Турции продают и какие цены. Первым делом я хочу зайти в магазинчик. У нас здесь на Коршияке, недалеко от нашего дома, и потом уже отправлюсь в большой торговый центр. Кстати, кто со мной еще не знаком, меня зовут Анна, живой в турецком городе Измир. Ну а вы смотрите канал Turkey in Live. По-моему, нужный мне магазинчик находится на этой улице. Я всегда путаю в этих Коршияковских наших переулочках и весь не могу вспомнить, где что находится. А вот и отлично. Вот и он. Называется он Streetbox. Это, насколько я знаю, турецкая марка. Здесь классные вещи, причем недорогие вещи, я вам честно могу сказать. Я в прошлом году покупала, там платье не хуже, чем в каком-нибудь манго, а ценник в три, а то и в четыре раза дешевле. У меня есть уже одно длинное зеленое платье, поэтому я даже мерить не буду, но посмотрите на цену, всего 140 лир. И все ткани, хлопок, лен и так далее. Или, например, вот такой вот комбинезончик, тоже классный. Тоже ценник у него всего 119 лир. По-моему, это очень дешево. Блин, смотрите, какая прелесть. Платье в горох. И посмотрите, сколько оно стоит. Это копейки по сегодняшним меркам. Это реально копейки. Или, смотрите, вот такой комбинезон. Его, например, можно надеть на футболку. Это тоже ценник. Померить, что ли? Платье, которое с витрины. Вау, цвет шикарный. Кстати, меняется цвет, когда смотришь через камеру. Цвета морской волны это платье. Я, конечно, не буду показывать все вещи, ну, просто потому, что это бессмысленно. Вот эти штаны мне прямо очень понравились. Брюки летние, широкие, с разрезами. Ну, и вот то платье, которое мне очень понравилось. Тоже смотрится, оно прям вообще классно. Штаны стоили 70 лир, платье тоже около 80 лир со скидкой. В общем, купила я в этом магазине платье и блюки. И на самом деле можно было еще кое-что там прикупить, там, новых прикольных вещей. Но просто хочется еще посмотреть в других магазинах что-то, чтобы все было ни одной марки. Вот. И спросила я, где еще есть такие магазины. У нас в Измире есть на Алсанжаке и есть еще такие магазины в Стамбуле. Итак, я приехала в торговый центр. Это у нас Мави Бахче. А вот там у нас еще один есть. АТЦ Хиллтаун. То есть два торговых центра огромных рядышком. Ну, я сначала сюда, а там посмотрим. Сейчас торговые центры в Турции работают с понедельника по пятницу и до 8 часов вечера. Это пока расписание до 1 июня, но а как будет дальше, пока мы не знаем. Выходные торговые центры все закрыты. Учитывайте этот факт, если собираетесь на шопинг. Как вы думаете, про что я забыла? Про то, что на входе Хескот надо предъявить. Здесь мой любимый тип торговых центров в Турции. Это вот такие ТЦ с открытой площадкой. То есть магазинчики, а вся территория – это красивый зеленый сад. Правда, Мави Бахче переводится как «синий сад». Мави синий Бахче сад. Ну, ничего страшного, я думаю. Еду в Манго. Честно могу сказать, я не знаю, зачем я туда иду, потому что я уже очень давно в этом магазине ничего не могу себя найти. И если раньше я очень любила там одеваться, то сейчас как бы не особо. Но по привычке постоянно туда хожу. Сейчас в Манго скидки 30%. Ай, смотрите, какая прелесть. Но, блин, шорты, вот это шорты трикотажные, просто как, блин, домашние шорты за 150 лир в Манго давно уже стали какие-то просто необоснованные цены. Есть вот такое же платье, тоже 199 лир. Оно цвета хаки. Вот, видите. Я вот думаю, просто ради интереса померить, что ли. А? Ну, так вроде, смотрю, выглядеть должно прикольно. У меня есть, конечно, одно длинное платье, но померю ради интереса просто. Я даже, наверное, знаете, зашла просто, чтобы ценник посмотреть. Ну, и вам показать, сравните цены в Манго у вас и у нас. 399 лир вот такие платья. Тоже очень модные платья-рубашки. Стоит оно 299. Смотрите, тоже прелестное, какое платье. Также оно за 199 лир, но если написано скидки, то, наверное, еще какая-то скидка на него должна быть. Есть вот такие еще летние брючки. У них ценник 250. Ну, как бы, после стритбокса кажется, что все дорого. Комбинезончики. 300 тоже. Цвет потрясающий на самом деле, но проблема в том, что оно синтетика галимая. А синтетику я не ношу, тем более летом. Смотрите, какой классный костюм. Вот такой топ. И брюки. Брюки стоят 200 лир и топ стоит 129 лир. Шикарненько. Сейчас очень модные вот такие вот разлетающиеся платья. Но меня смущают вот эти вот валанчики-рюшки. Если бы их не было, было бы намного лучше, мне кажется. А в этом платье я что-то какая-то как баба на самоваре, что ли. И такое шею, что оно меня явно ополнит. В общем, к сожалению, из манго я ухожу с пустыми руками. В очередной раз я уже давно здесь ничего не могу для себя, к сожалению, набрать. Подобрать точнее. Вроде вещи хорошие, но в этом мини не подходит совершенно. Пойти не пойти в Эпикюль. Это турецкая марка. Ну, причем как бы не дешевых вещей. Например, смотрите, здесь купальники по 500 лир. Но сейчас здесь скидки 50%. Может, поэтому стоит заглянуть. Смотрите, какие прикольные шорты. Смотрите, ценник на них тоже прикольный. 400 лир. Но если на них есть скидка 50%, ну, может быть, и можно их взять за 200. Оказалось, что скидки только на красные ценники и на все. Смотрите, вот, например, вот такой платьишко. На него скидка с 659 до 350. Это нормальная цена за платье 350. Мне такого не надо. Цвета, конечно, здесь есть просто потрясные. Я очень люблю яркие цвета. Например, вот эти брюки стоят 259 лир. Нормальная. Вполне. И цвет очень классный. Эпикюль считается достаточно модным магазином и фактически путепом в Турции. Ну, по ценам, я думаю, что вы сами видите. А я прибыла в Коллинз. Кто не знал, Коллинз это турецкая марка тоже. И здесь можно много-то купить, кроме джинсов. Футболки и майки по довольно приличным ценам. Смотрите, например, тряпичные шорты. 139 лир. Это лен, по-моему, если я не ошибаюсь. Можно взять, померить. Юбки стали тоже сшить. Раньше не видела никогда. Я вот, кстати, почему-то совершенно не ношу юбки. Не знаю почему. Дайте посмотрим ценник. Эй, эй, эй. Не могу вытащить. Тоже 139. Очень, кстати, много юбок. Причем с цветочными принтами. Все примерно по одной цене. Да, наверное. Смотрим. А нет, эти по 90. Попроще они. Очень модное джинсовое платье. Вот такой вот простой крой. Я возьму, например, если я сейчас одну. Ну, такой получился еще образ морской. Шорты разлетающиеся. И майка. Майка что-то в районе 40, что ли, лир всего. А вот платье оказалось совершенно несуразным. Стоит колом на бедрах. На бедрах здесь оно узкое, а здесь оно огромное, к сожалению. Кстати, шорты на прошлый сезон джинсовые я покупала в де-факто. Вот. Раньше никогда ничего здесь не покупала, можете себе поверить. А вот в последний раз и покупала себе спортивный костюм, и шорты, и мне нравятся. Смотрите, например, шортики. Ну, вот это чисто на пляж ходить. Ален. Написано, что это лен. 60 лет. И платьев тут джинсовых тоже полным-полно. Ну, сколько было в Коллинсе? Около 200. Здесь 100. Ну, намного дешевле, конечно, но и качество совсем другое, в отличие от Коллинса. Кстати, вот смотрите. Джинсовые шорты. Ценник тоже смешной. Разные есть и на высокой талии, и на низкой талии, и широкие, и длинные, и удлиненные. В общем, любые. Наверное, возьму тоже померить. Тоже прикольные рубашки. Они на завязках. Вот внизу можно завязать. 80 ценник. Такая майка вполне подойдет и к шортам, и к штанам. И стоит она тоже, как вы сами видите, тоже дешево. Знаете, что я считаю дебилизмом? Кабинки работают через одну. То есть, одна закрыта, одна открыта. И при этом люди стоят в очереди. То есть, через стену вирус переходит, видимо, а в очереди нет. Ну, вот смотрите, вот такие шорты в де-факто. Мне, по-моему, маленькие надо бы на размер побольше, в принципе. Или растянутся. Это же джинса. Вот майка. Майка мне не понравилась. Шорты вполне можно взять. Зашла в Мави. Тоже джинсовый магазин. И здесь вот есть джинсовые платья. Тоже за 200 лир, как и в Коллинсе. Как думаете, стоит померить? Они более тонкие. Они вообще легкие, тоненькие, классные. А еще здесь всегда очень дешевые и прикольные футболки. Вот эта футболка с кошкой черной, которая у меня. Она куплена здесь. Посмотрите, да? Здесь футболки по 40 лир всего. Например, вот эта с ежом. Ну, слушайте, ну, в качестве повседневного платья, по-моему, вполне ничего так на лето. Надо просто по ту же чуть-чуть поясок завязать. Смотрится очень даже симпатично. Ну и последний у меня на сегодня магазин. Это Катон. Здесь очень часто бывают прикольные футболки, рубашки и так далее. Смотрите, тоже какие яркие цвета. Прям вообще мне очень нравится. Потому что я тот человек, который любит все яркое. Вот. И... Боже. Желтое яркое платье. Классное, но минус у них в том, что они обычно просвечивают такие платья. Тут прям очень много ярких платьев. Смотрите, вот эти вот по 89. То желтое было 130, но оно хлопковое, а эти какие-то не очень понятные. Какая прелесть вообще. Чего же я сюда так поздно зашла? Ну, они классные, но они очень сильно просвечивают. И на солнце все вообще будет видно вот в таких платьях. 150 лир оно стоит. Нужно что-то обязательно под него надевать, мне кажется, такое. Вообще, я шла сюда ради того, чтобы посмотреть какие-то футболки. И... А здесь столько красивых платьев. Но платья я уже покупать не планирую, на самом деле. Потому что уже купила два. И ценники очень... Вполне себе приличные. Все такое яркое. Например, смотрите. Вот это очень симпатичная блузка. Но вот то, что мне вообще не нужно, это подплечники. Но я думаю, что их можно, если что, вырвать оттуда. Да, вот там можно их отпороть. Сейчас очень модно ставили вещи с подплечниками. Но это не мой стиль. И смотрим состав. Это 80% вискозы и 20% полиэстера. Смотрите. Вот такая маечка стоит всего лишь 35 лир. Знаете, честно, я не знаю, зачем вышивать майку. Подплечники. Как бы майка сама по себе, она очень классная. Стоит антузи дешево. Она стоит 35 лир. То есть вот подплечники, это слишком. И я планирую их выпороть. Отпороть. Потому что они здесь явно не нужны. Друзья, ну что ж, мой шопинг закончился. Я купила себе два платья, штаны, двое шорт и две футболки. И потратила я на это чуть больше 600 лир. Ну давайте округлим. Пусть будет 650. Я считаю, что это вообще практически ничего. И причем все вещи качественные. То есть это хлопок, лен, вискоза. И никакой абсолютно синтетики. Никакого полиэстера. Ничего. Вот такой вот он шопинг в Турции. Ну а я на это буду с вами прощаться. Надеюсь, что видео вам понравилось. Буду рада вашим лайкам. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ну и до новой встречи. Пока-пока.